Ас-саляму алейкум! Мир вам! С вами Сергей и Амирхан. И сегодня у нас интересная тема, поэтому подписываемся, ставьте лайки, жмякайте колокольчик и распространяйте это видео. Дело в том, что мы живем в непростое время и мы видим, что на постсоветском пространстве у многих стран, к сожалению, установились диктатуры и многие мусульмане, которые там живут, они просто не способны выполнять нормы ислама, даже такие простые, как просто молиться, поститься, то есть даже за это, да что там говорить, даже за бороду Субханала могут арестовать там, куда-то отправить, вот. И мы видим, что многие из этих людей, они становятся беженцами и одна из стран, куда они бегут, это Украина. Они бегут в Украину. Да. И сегодня мы обсудим эту тему с нашим дорогим братом, журналистом, активистом и также главой ассоциации мусульман-беженцев Азан Анваром Тиргачем. Ассаляму алейкум, а рахматулай, а баракату. Алейкум, а саляму а рахматулай, а баракату. Приветствуем вас в нашей студии. Жиза калахарин, что вы пришли. Как мы знаем, вы приняли ислам, правильно же? Да. Вы коротко можете рассказать, как вы приняли ислам, что вас к этому сподвигло? Поиски справедливости. Для меня с детства, ну, мабуть, дело в фитре, да, я всегда искал справедливости в любой жизненной ситуации, в любых обстоятельствах, для меня это было важно. И, конечно же, поиски источника силы, поиски источника энергии. Для меня однозначно, ну, было очевидно всегда, что существует Творец, существует Господь, но поскольку я вырос среди христиан, то сначала я обратился к тем источникам, которые были мне известны, то есть ходил в церковь, общался с христианами, читал Евангелие, и всё это время у меня оставалось чувство неудовлетворённости, потому что, ну, какие-то вещи для меня были непонятны, и никто их мне не мог объяснить. Ну, та же Троица, и что такое триединый Бог, люди говорят, но сами не понимают, что они говорят, и объяснить тоже не могут. Ну, и когда я начал молиться в церкви, обращаясь к тому, кого христиане называют Бог-Отец, тогда я ещё не знал, как правильно к нему обратиться, но обращался так, как знал. Вот, и я просил его, чтобы он сделал меня таким, каким он хочет меня видеть. И через какое-то время мне начали на жизненном пути попадаться мусульмане, встречаться мусульмане, литература религиозная. И вот в какой-то момент я понял, что именно это и есть истинное учение, правильное поклонение, и опять-таки правильное, прежде всего, с точки зрения справедливости, да. Ну, самая большая несправедливость — это предавать Господу миров, предавать равных. Да, товарищи. Да, и вот, в общем-то, осознание этого в какой-то момент вот где-то щёлкнуло, накопилась информация, накопилась неудовлетворённость тем, что я знал, и то, что я исповедовал, и что-то в какой-то момент щёлкнуло, и я произнёс шагаду. Машалово, по сути, это же самое, поиск справедливости вас привёл к тому, что вы сейчас занимаетесь именно беженцами, да? То есть получается... Да, однозначно. И с чего бы мы хотели вообще начать? Люди могут, не все, знать о такой организации, правильно? В основе, коротко о себе, что вы можете нам сказать? Я много лет занимаюсь журналистикой, почти 30 лет в украинских изданиях, в международных изданиях. И около пяти лет назад я обратил внимание на проблему, я считаю, это проблема, которая касается всех граждан Украины, ситуация людей, которые ищут убежище в Украине. И среди них, конечно, для меня, как для мусульманина, наиболее болезненно эта ситуация мусульман, которые приезжают сюда и ищут здесь убежище. И вот какое-то время я параллельно занимался журналистикой и помощью беженцам, но в последнее время так складываются обстоятельства, что больше внимания уделяю всё-таки помощи тем, кто ищет здесь убежище, защиты, а журналистика как-то потихоньку отходит на второй план. Хотя я по-прежнему пишу, снимаю. Можете рассказать, какая вообще есть информация по поводу, вот в Украине, по поводу беженцев, да, если мы поговорим, сколько людей бегут, откуда, с каких стран? Ну, прежде всего, следует сказать, что Украина — это государство, которое после 2014 года провозгласило, что оно исповедует европейские принципы миграционной политики. Мне нравится слово «исповедать». Я думал, сейчас скажет «исповедать» христианство на государственном уровне. Пошло. Ну, так говорят чиновники, но на самом деле это не соответствует действительности. Дело в том, что люди, вот, обольщаются, которые нуждаются в убежище, они обольщаются вот этими заявлениями и обманываются. Они приезжают сюда, но встречают совсем не то, что им обещают. Оказывается, что они попадают в страну, которая мало чем отличается от тех, откуда они приехали. Ну, единственное, что здесь не пытают, не убивают, да, не преследуют за религию. Это, конечно, большой плюс, это важно, но люди, рассчитывая на помощь, на защиту, они, как правило, ее здесь не находят. И все это делается от имени всех украинцев. А я тоже, я украинец, я живу здесь, и от моего имени тоже все это делается. Несправедливость по отношению к искателям убежища. Конечно, я не могу с этим смириться, я пытаюсь это как-то изменить. То есть, по сути, вы делаете, то есть, они заявили какие-то вещи, правильно, и вы их к этому и, в принципе, провоцируете. То есть, если вы сказали, делайте то, что вы сказали. Просто, чтобы они выполняли то, что обещали. А откуда люди вообще узнают информацию о том, что в Украину можно беженство делать? Разве другие, которые уже в беженстве здесь живут, они не рассказывают своим там родственникам или друзьям, которые остались в их странах, что здесь, на самом деле, все не так уж и хорошо? Почему эта информация не распространяется? Наверняка известно об этом тем, кто сюда приезжает, но люди уповают на Аллаха, люди надеются на лучшее, они рассчитывают, что, может быть, им повезет больше. И они как-то... Ну, в общем, не все так страшно. Просто люди думают, что раз здесь не пытают и здесь не преследуют за религией, то это уже хорошо. И в этом они правы, конечно. Но, с другой стороны, получить то, что пообещало украинское государство, оказывается чрезвычайно трудно, а иногда даже и невозможно. Ну, а почему получается, что государство Украина, оно заявило эти вещи и не делает? Это с чем связано вообще? Ну, это связано с тем, что в Украине продолжаются процессы преодоления вот этого тоталитарного советского прошлого, которое в России, в центрально-азиатских государствах, оно остается доминирующим, оно является определяющим, да, политику этих государств в отношении их граждан. А в Украине это постепенно преодолевается. И вот в этот процесс, да, преодоления, в этот процесс внутренней борьбы в Украине и попадают люди извне, они приезжают, они думают, что здесь уже все хорошо, а здесь еще только... Здесь еще только все начинается. Да, здесь только начинается. Поэтому, конечно, мы-то местные, да, мы-то ориентируемся в ситуации, мы сами в какой-то мере участвуем в этих процессах. А люди, которые приезжают часто без ничего вообще, да, и они родину потеряли, и у них, кроме их религии, ничего нет, да, они попадают вот в эту борьбу, и им намного тяжелее, чем нам. Поэтому мы, как ансары, должны им помогать. Какие, с каких больших стран к вам обращаются за помощью? Это Россия, это Центрально-Азиатские государства, это Афганистан, Пакистан, но меньше. Афганистан, Пакистан все-таки люди, которые стремятся в Западную Европу чаще, и они видят в Украине только какой-то транзитный пункт, да, приехать здесь какое-то время побыть и потом попытаться ехать дальше. А из Центрально-Азиатских государств, из России, они все-таки склонны к тому, чтобы здесь остаться, потому что, ну, здесь нет проблемы языка, здесь проще найти общий язык с местным. Потому что все это ментально они воспринимают, как бывший совок, короче, поэтому оно так. А ты тоже же беженец. Ну, не совсем прям беженец, да. Ну, когда я приехал сюда, в Украину, ахамдуллах, то есть ты, когда с России попадаешь в Украину, то есть ты чувствуешь прям такую свободу. Я не знаю, вот сколько братьев спрашивал, все, кто приезжал с России в Украину, и как-то расслабляешься, как-то, знаешь, там в воздухе веет свобода, как это можно сказать. То есть даже в России, в Дагестане, ты идешь, видишь, Бобик с ментами едет, у тебя сразу начинается этот мандраж, да, типа, сейчас они остановят, сейчас-то еще что-то будет. А здесь как бы, даже когда полиция тебе проверяет документы, то есть чувствуешь себя спокойно, то есть проблем никаких нет. Нет напряжения. Да, нет напряжения, по-другому разговариваешь со всем. Да и люди вообще относятся нормально к тебе, как будто ты вот их не местный, да, не как в России. В России прям чувствуется негатив от людей, которые даже когда они мимо тебя проходят. Ну, в России чувствуется негатив, потому что ты не русский, да, и они это видят, потому что много республик, многие там приезжают. Да, да. Но вот этот вот момент мне непонятен, почему те же страны, типа, там, Таджикистан, да, Узбекистан, то есть они же вроде бы как мусульманские страны, то есть почему их правительство, они вообще выбрали тот путь, то есть продолжают ту же тенденцию от Советского Союза, это, то есть антирелигиозность. В чем причина? Есть какие-то? В Советском Союзе имел место так называемый негативный отбор, да, то есть наиболее активные, наиболее порядочные, верующие люди физически уничтожались, уничтожались массово. А наверх поднимались люди без принципов, люди готовые на все ради власти. И вот этот негативный отбор, он и привел к тому, что на момент распада Союза у власти там оказались люди вот именно приспособленцы, негодяи, те, кто готовы ради своей выгоды топить, давить, убивать других. Чем они в принципе и занимаются. То есть если раньше их там Москва контролировала как-то, то сегодня они подвластны сами себе в какой-то степени. А как это можно изменить, как вы думаете? Что вот нужно сделать этим людям, которые там живут под гнетом, да, то есть что, как этого избежать теперь? Мне сложно давать рецепты, зная о тех реалиях только понаслышке. Но мне кажется, что нам, как мусульманам, надо следовать своей религии и помнить о том, что Аллах меняет положение только тех, кто сам меняется, да, кто сам какие-то прикладывает усилия для того, чтобы изменить себя. Если люди будут активными в отстаивании своей позиции, в защите своей религии, своих вероубеждений, то я думаю, с этим придется считаться и тем узурпаторам, которые сейчас там у власти. Ну это такой общий, какой-то общий рецепт, да, такой, который меня, наверное, ни к чему не обязывает. И это, я сказал то, что все мусульмане знают. Ну это просто такое напоминание. А как конкретно им действовать, я не берусь. Это было бы нагло. Вообще гиджра, гиджра, это правильное решение. Ведь во время пророка, они же тоже уехали там сначала даже в христианскую страну. То есть по сути то же самое, что и сейчас происходит, если можно рассматривать Украину как христианскую страну, что... Ну я думаю, можно. И по сравнению с Россией она более христианская. Я имею в виду, что тогда они все переехали в Эфиопию. И в этом была логика. То есть для чего они это сделали? Когда у них не было силы, и они не могли выйти против курайшитов, да. То есть они что сделали? Переехали в ту страну, где они могут исповедовать свою религию. И Аллах говорит, что земля... Аллах, она просторная, да. То есть может быть это все-таки решение. А с другой стороны, ну миллионы людей со страны что-то не уедут. И с некоторых стран, насколько я знаю, нельзя уехать. Так просто. Да, вот в Узбекистане, насколько я знаю, там человек должен получить разрешение от властей на выезды с страны. Увездная виза. Для нас это кажется дикостью, да. Ну, кто постарше помнит, что такое было в Советском Союзе. А в Украине такого нет и не было никогда. Поэтому нам это кажется чем-то таким необычным и ненормальным. Но на самом деле это так. Что касается хиджеры, то, конечно, это один из вариантов. И многие пытаются это сделать. Другое дело, что насколько это решение... Да, это позволяет свободно исповедовать свою религию. Но с другой стороны, если человек хочет как-то развиваться в профессиональном отношении, это достаточно проблематично. Ну и куда ехать вопрос? Куда ехать? Все страны, они тоже так, в принципе, подзакрыты. Да, вот я столкнулся в последнее время с историей моего коллеги-журналиста из Узбекистана. Это уже достаточно такой человек немолодой, с большой семьей, с большими проблемами со здоровьем. И он как раз, в отличие от многих просителей убежища, здесь получил статус беженца. И, казалось бы, успех. Да, это то, чего он хотел. Но, как оказалось, Украина не может гарантировать ему безопасность. Здесь сотрудники спецслужб узбекских приходят к нему домой, терроризируют его семью. И он говорит, что, ну, раз вы не можете меня защитить здесь, то я хотел бы выехать в другую, более безопасную страну. Этим занимается управление Верховного комиссара по делам беженцев ООН. Но пока вот обращение нашего брата узбека к ним пока не услышано, пока нет никакого результата. То есть, получить статус, получить бумагу, да, это еще не значит оказаться в безопасности. Ну, этот пример может об этом ярко говорить. Свидетельствовать. Хорошо. Вот ваша организация. Сколько случаев было то, что люди реально получили статус беженца и легально уже живут тут? Кому вы помогли? Да. Ну, мне сложно сейчас сказать, назвать цифру конкретную, потому что, ну, вот еще чем для мусульманина хороший этот вариант реализации, да, помощь беженцам, что здесь мы защищены вот от этой гордыни, да, от какого-то вот самолюбования, потому что здесь никто, кто занимается помощью беженцам, никто не сможет сказать, что я спас этого человека. Это всегда результат коллективных усилий. Это же мы работаем вместе. И не только вместе с теми, кто в нашей организации работает, ну, мы координируем усилия с другими организациями. И вот, например, правозащитное движение Крыма тоже это те мусульмане, которые из Крыма выехали сюда на материк. Вместе с ними работаем иногда. Поэтому мне трудно сказать какую-то цифру и сказать, что это мы этим людям помогли. Ну, мы участвуем в этом процессе. Дело в том, что украинское государство крайне неохотно берет под защиту беженцев, особенно мусульман. И здесь играет роль, конечно, ксенофобия и исламофобия многих чиновников. Но именно чиновников, то есть не простых людей. Даже я здесь особо никогда не сталкивался с такими проявлениями именно на улице. Но чиновники, да, походу, они там... То есть украинцы сами по себе толерантный народ? Преимущественно, да. Есть, конечно, какие-то проявления на бытовом уровне негатива к мусульманам, к приезжим. Но я сравниваю с Россией. Я последний раз там был 20 лет назад, общался с родственниками, которые там живут. Но для меня было шоком, когда такая негатив просто такой какой-то оголтелый в отношении мусульман, да, вот черные понаехали, ребенка нельзя выпустить на улицу. Я сижу, слушаю, это мои родственники, с которыми я в детстве играл, да, вот эту чушь всю слушать от них, это было для меня шоком. Но такое отношение там есть. А что касается украинцев, все-таки этого намного меньше и в каких-то таких формах, ну, не таких, наверное, резких и оголтелых. А в чем разница, почему так? Вроде бы там, ну, в России говорят, что украинцы и русские вообще один народ. Мы, конечно, в Украине так совсем не думаем, но тем не менее, в чем разница-то? Ну, украинцы, это народ, который формировался, в общем, из многих этносов, и хотя есть у нас такие сторонники славянской солидарности, да, теории славянского происхождения украинцев, ну, на самом деле, в формировании украинского этноса принимали участие очень многие народы, и вот этот исторический опыт жизни бок о бок с другими народами, представителями других религий, он все-таки как-то формировал и нынешнее отношение к приезжим, да, то есть, ну, жить с иноверцем рядом, это не стресс, это не проблема, это нормально. Ну, да, на самом деле, крымские татары, они хоть и были в свое время в отдельном государстве, но все-таки они вместе движения какие-то делали, украинцы и крымские татары, поэтому и конфликтовали, и торговали, и вместе воевали против какого-то общего врага и так далее, да, это было. Вот часто мы знаем, что в мусульмане, когда приезжают в какую-то новую страну, да, есть такие некоторые персонажи, которые делают проблему, просто из ничего, и потом из-за этого страдает все мусульманское общество, которое проживает компакто где-то или так далее, вот в вашей организации были такие люди, которым вы предоставили, помогли, убежище дали, но потом оказалось, что они какие-то бандиты там или находятся в каком-то там страшном розыске, там убийцы там или еще что-то. Да, это же все по запросу, может быть, это же реальный запрос. Нет, бывают запросы разные, бывает, ты знаешь, тебя разыскивают в России за какую-то ерунду на самом деле, да, то есть тебя преследуют по религиозной части. Или по политическим, или по религиозным мотивам, да. А бывают люди, которые действительно как вы разбираетесь в этом вопросе? Завершили какое-то преступление. Вообще, когда мы начинали эту работу, для нас это было проблемой. Надо было как-то определиться и сформировать свое отношение, выработать какой-то алгоритм, да, как нам в таких ситуациях быть и исходить из того, что, ну, нет у нас своих спецслужб, да, для того, чтобы проверять людей, изучать их бэкграунд, их биографию, чем они занимались у себя на родине. И, конечно, здесь многое зависит от от интуиции, наверное, да. Общаешься с человеком и уже как-то исходя из своего жизненного опыта пытаешься понять, что это за человек, да, чем он дышит, что он ставит для себя в приоритете и уже как-то на это ориентироваться. Хотя через других мусульман, через знакомых в тех странах, откуда приезжают, там, наводят, пытаемся навести справки. Я считаю, что это нормально, потому что это определенная ответственность, да, мы помогаем людям, они здесь живут, и они уже то, что они делают, поэтому судят и о нас тоже, да, кому вы помогаете, да, возникает вопрос. Ну, были случаи, какие? Ну, человек там рассказывал о том, что его преследуют, ну, его в Дагестане ждут пытки, там, или вообще могут потерять, или посадить надолго. Ну, и были у нас основания верить этому человеку, и мы ему помогали, а потом оказывалось, да, что он вернулся домой и свободно гуляет по Хасавьорту, по Махачкале, да, и все в порядке у него. Были ли, ну, я могу назвать, ну, не буду называть фамилию, но такой случай был. Есть другие варианты, когда человеку мы помогаем здесь легально в качестве волонтера пожить, поработать, есть законодательство предусматривает такую возможность, но это накладывает определенные обязательства на этого человека, да, он должен информировать, как он, что он, где он, мы должны знать, потому что мы за него отвечаем. А человек в какой-то момент решает, что, ну, ему Украина надоела, и здесь совсем не то, что он ожидал увидеть, и ему здесь не нравится, он просто уезжает, не сообщил нам об этом, ну, а мы перед миграционной службой отчитываемся, да, за своих волонтеров. То есть ставят вас неудобное положение. Да, и это определенные проблемы создает, конечно. Так это, может, какой-нибудь агент ФСБ прикинуть со мусульманином, приехать, как это его разоблачить? Ну, исключать такую возможность нельзя, конечно, да, это может быть. А были варианты, когда вы кому-то отказали, то есть к вам обратились, а вы такие, нет, что-то это мутный какой-то тип, мы не будем, извините, мы не можем вам сейчас помочь. Ну, были случаи, когда мы, не потому, что мы не хотели, а потому, что, ну, количество людей, которые нуждаются в помощи, так велико, а наши силы ограничены, наши возможности, поэтому мы говорили, что, брат, подожди, сейчас у нас загрузка большая, если есть возможность, подожди, если нет, ну, тогда сам пытайся решить свои проблемы. Такие случаи были. А так, чтобы прямо отказали, нет. Ну, был случай с известным внуком Жириновского, да. Это уже сейчас знаете, что он внук Жириновского. Ну, тогда, в общем. А что это за история, подождите, давайте поначалу. Она слишком известна, чтобы ее рассказать. Я не слышал. Ну, ко мне обратился один наш уважаемый брат из Турции, сказал, что человек нуждается в помощи, мусульманин, ему грозит там уголовное преследование в России, у него проблемы, и я сам ездил, пока это еще было возможно в Беларусь, встретил его, сопровождал его сюда, в Украину. Ну, здесь он очень быстро как-то раскрылся, да, может быть, даже он и не был агентом в классическом смысле, но это был человек полностью зависимый от российских властей, от спецслужб. И вот в ситуации, да, когда там он не хотел, он хотел, как я понимаю, эту связь с российскими спецслужбами разорвать, может быть, а здесь надо было прикладывать определенные усилия для того, чтобы вот эти все барьеры бюрократические преодолеть, что-то здесь, ну, как-то здесь обосноваться. И он в какой-то момент, я так понимаю, это мое предположение, он решил, что ему проще вернуться под крыло туда, да, от тех людей в погонах, чем здесь как-то что-то делать. Интересно, но он здесь какие-то делов наделал или не успел? Ну, гадостей наговорил. Успел, да. Лава Мустаан. Хорошо, что вы посоветуете тем, кто решил переехать сюда, в Украину? Из беженцев, да, то есть люди, которые решили бежать, да, что вы им посоветуете вообще? Стоит, не стоит, как? Конечно, к этому надо готовиться. Надо готовиться к тому, что встречают все, что будет рассказано, чиновники воспринимают с недоверием. И по украинским законам, по международным законам, человек, который просит убежища, он должен обосновать и подтвердить наличие угрозы. Он должен доказать, что на родине ему грозит опасность. И вот это очень желательно заранее собирать эти факты, собирать документы, которые эти факты подтверждают. И тогда уже с документами на руках доказывать. И вообще, конечно, это, ну, так звучит несколько издевательски по отношению к человеку, который там, которого пытали, которого держали в тюрьме, может быть, 15-20 лет. Но тем не менее, здесь такие правила, надо доказывать. И лучше это делать всегда с документами или со свидетелями. А куда лучше бежать, если бежать? В Украину или, может быть, все-таки в Европу или где-нибудь другие страны? У вас есть какие-то контакты в других странах на эту тему? Да, мы сотрудничаем с правозащитниками в Евросоюзе. Но, к сожалению, пока это сотрудничество такое фрагментарное, не системное. Ну, надеюсь, что в будущем мы как-то более системно эту работу будем вести. Потому что объединение усилий необходимо. Необходимо, но почему? Потому что Украина, как оказалось, это не исключение. Потому что это постсоветское государство и здесь происходит вот этот процесс борьбы старого и нового. Европейские страны, которые позиционируют себя как демократические, как оплот демократии, как они говорят, они в отношении мусульман, беженцев, мусульман, они не такие демократичные, как рассказывают о себе. И мы знаем случаи, когда чеченцев, ингушей, других мусульман выдавали, европейские страны выдавали на родину, и там эти люди пропадали, некоторые пропадали, некоторые были осуждены на длительные сроки. Поэтому сотрудничество с правозащитниками в Евросоюзе актуально теперь не только для нас, но и для них тоже, я думаю. Хорошо, брат, такой вопрос очень опасный, я бы сказал, по поводу вообще СБУ, то есть вашего сотрудничества с СБУ, они как помогают вам или не помогают, они же по-любому знают, что вы работаете в этой сфере, помогаете беженцам, мусульманам, как они к этому относятся, и вообще стоит ли с ними иметь какие-то дела? Я думаю, что при нормальной ситуации в стране было бы правильным как-то ну хотя бы обмениваться информацией, да, вот, конечно, для нас приоритет это интересы беженцев, а для них приоритет это государственная безопасность в силу особенностей этой структуры, но и мы могли бы при их желании мы могли бы действовать продуктивно в интересах и беженцев и страны, в которую беженцы приезжают, но, к сожалению, это не так, потому что украинская спецслужба по моему убеждению я исхожу из своего опыта это близнец российской ФСБ который в силу обстоятельств в силу исторической ситуации оказался по другую сторону баррикад то есть если приходит запрос от ФСБ на российского мусульманина сюда который просит убежище в Украине то доверяют наши спецслужбы доверяют не российским правозащитникам не мемориалу например я говорю который описывает опасную ситуацию беженца а доверяют ФСБ как это не парадоксально поэтому и нас они соответственно воспринимают как адвокатов людей опасных и враждебных а значит и никакого сотрудничества конечно между нами нет хорошо еще один такой момент то есть для того чтобы организация существовала правильно и вела какую-то активную деятельность я имею ввиду вашу организацию Азан то есть нужно финансирование откуда откуда деньги если это конечно не какая-то секретная тайна вообще я имею ввиду другие мусульмане которые есть помощь со стороны мусульман в этом деле или вы полагаетесь только на какие-то международные правозащитные организации например те кто приезжает хотят беженства они оплачивают это все или какая-то благотворительность есть есть люди которые делают садака которые помогают но это эпизодическая помощь несистемная то есть вот бывает так конкретному человеку нужны деньги для того чтобы решить свои юридические проблемы это адвокат это достаточно дорого если мы занимаемся чем мы ищем адвоката у нас своих денег и своих адвокатов нет мы говорим брат или ты финансируешь сам или будем вместе давай искать кого-то кто это профинансирует вот таким образом мы работаем то есть вы больше как консультации ведете если у вас нет других средств правильно получается да это скорее такая организационная консультативная помощь я понял ахамдуля хорошо тогда мы переходим к нашему блиц опросу мы задаем вам вопрос и вы быстро отвечаете на него коротко хорошо постараюсь итак первый вопрос почему ислам это справедливость ислам сложный как религия аллах аллах облегчает аллах любимый аят или хадис а какой аят конкретно вам вера ваша мне моя мошала то есть четкое разделение никаких полутонов хорошо видение ислама в украине в будущем то есть перспективы украинцы принимают ислам фитра украинцев такова что люди ищут справедливости люди ищут защиты не у каких-то политических гопников которые захватили власть на какое-то время а ищут власть и покровительство самое надежное господа миров это есть внутренний импульс у многих здесь и рано или поздно люди будут все больше и больше принимать ислам в украине я уверен в этом и я думаю со временем украинская община украинская украинские мусульмане будут иметь влияние на принятие решений в этой стране с ними будут считаться иншалла ехать или не ехать это про беженцев то есть обращение вопрос от беженцев ехать или не ехать в украину ехать ехать то есть при всех тех трудностях и опасностях которые ожидают их здесь все-таки ехать здесь есть варианты есть шанс здесь Аллах открывает больше чем там это мое убеждение последний такой то есть вы как принявший ислам а ислам он за полигами вы однолюб? однолюб да хорошо что бы вы пожелали слушателям? я бы пожелал искать решение своих проблем в религии в установлении правильных отношений с нашим дворцом если это будет сделано то все будет решено наилучшим образом с нами был наш брат Анвар Диркач журналист активист и просто хороший брат желаем чтобы эта встреча не была нашей последней аминь ждем вас ждем вас еще раз к нам в гости с удовольствием да а с вами мы прощаемся подписывайтесь на наш канал жмякайте колокольчик оставляйте комментарии и распространяйте это видео ради Аллаха ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату смеаваду и и и и и и и Продолжение следует...